Итак, четвертый день перемирия в Донбассе. Однако остается напряженная обстановка в районе поселка Широкино на территории самопровозглашенной Луганской республики. Ситуацию на Мариупольском направлении за минувшие сутки можно охарактеризовать как напряженную. Силовики батальона АЗОВ не оставили попыток взять под контроль населенный пункт Широкино. Дело в том, что там сейчас на данный момент находятся как подразделения армии ДНР, так и силовики батальона АЗОВ. Между ними периодически происходят перестрелки. Надо сказать, что самим бойцам ополчения, бойцам армии ДНР запрещено вести какие-то атакующие действия и пробовать оборону соперника на протяжении батальона АЗОВ. Ну, если за сутки взять где-то, ну, разов пять они нарушили. С самого начала перемирия поселок Широкино остается самой горячей точкой на протяжении всего Мариупольского фронта. Это свыше 20 километров. Нельзя сказать, что везде и повсеместно соблюдается режим перемирия со стороны украинских силовиков. Но то, что стрелять по мирному населению и позициям армии ДНР они стали в разы меньше на других участках, это признать все же, наверное, стоит. А вот в самом Широкино действительно каждый день продолжаются ожесточенные столкновения. Немножко изменили тактику. Украинские силовики применяют не только профессиональных снайперов, но также небольшие диверсионные группы делают вылазки при помощи пехоты, при прикрытии танков, самоходных, артиллерийских установок и, естественно, минометных расчетов. Также изменилась тактика именно артиллеристов. Минометные расчеты батальона «Азов» стали мобильными. То есть устанавливается миномет небольшого калибра на какой-то автомобиль, например, джипс, повышенной проходимостью происходит несколько выстрелов, и после этого минометный расчет сворачивает свою работу. Мы также накидывали они минометами, вот все вторыми, по нашим позициям. Значит, у нас, как был приказ, ответ не открывать, кроме стрелкового оружия. Вот, так мы пока мисс его выполняем. Но все же, несмотря на все неудачные попытки батальона, полностью продолжают игнорировать режим перемирия. И даже не хотят выйти на связь с командирами армии ДНР, чтобы обсудить возможность прекращения этого огня. Поэтому назвать ситуацию спокойным здесь, на мариупольском направлении, пока не получается. Алексей Репин, Михаил Пудовкин, ДНР. LifeNews.